Привет, народ! Привет, YouTube! Сегодня поговорим о бюджетной линейке планшетов от фирмы Fly Live Web 7. Live начал заниматься планшетами фирмы. У них сейчас, по-моему, около пяти планшетов есть. И это самый дешевый из их линейки. 7-дюймовый планшетик. Его ценовая политика колеблется от 700 гривен до 1800. Я нашел его за 700 гривен на резетке. Также, как бы, он самый дешевый, но при этом, по своим характеристикам, довольно матерый такой малыш выходит. И не уступает более дорогим моделям, особенно по своему графическому ускорителю и по процессору. Ну, давайте мы сначала о кратких характеристиках его, затем посмотрим его внешний вид, что идет с ним в комплекте и сделаем сами свои выводы. Итак, начнем с дисплея. Диагональ дисплея 7 дюймов. Матрица ТН глянцевая. Разрешение экрана 1024 на 600. Емкостной. Мультитач. Это очень радует, что можно несколько касаний одновременно делать. Процессор ROG Chip RK3168. Ядро Cortex-A9. Частота 1,2 ГГц. Частота действительно 1,2 ГГц. На него я установил бенчмарк и посмотрел, реально ли такая частота выдается. Да, действительно выдается. Процессор двухъядерный. Графический ускоритель, который на него установлен PowerWR-SGX540. Он действительно такой, в отличие от модели Impreza, который указан этот ускоритель, но стоит Mali-MP2. Операционка стоит здесь Android 4.2. Объем оперативной памяти 1 ГБ. Объем встроенной памяти 8 ГБ. Из которых там доступно будет 5 ГБ, 5 ГБ, 100 ГБ. Там по-разному колеблется. Это очень радует, что мы можем большого объема использовать кэши различных игр и также работать без подвисания. Потому что если было бы меньше встроенной памяти, она в конечном итоге загружалась и немного подтормаживала. Но данный малыш не притормаживает и радует своей скоростью. Дальше у нас идут внешние порты, microUSB второй версии, OTG кабель можно подсоединять, любые флеш-устройства, также модемы и прочее. Есть разъем 3.5, аудио разъем. Есть разъем для флешки, microSD, SDHC. Камера, ну, камера, скажем так, для скайпа на быструю руку 0.3 камера. То есть не для такого, как бы, общения, просто на быструю руку, если есть необходимость. Особого от камеры не следует ожидать, поскольку это бюджетная модель. Тыловая камера отсутствует, датчик ориентации есть, поворот экрана и так далее. Бенчмарк просто почему-то выдавать стал, что все датчики есть, там и акселерометр. Акселерометр тоже есть, но начал выдавать, что и магнитный датчик, и весовые, и приближения. То есть я не могу понять, почему. Я не первый, кто с этим столкнулся. Есть встроенный динамик, моно, на заднем плане. Он выполнен очень качественно и защищен железной сеточкой. Я потом, когда будем распаковывать, покажу. Есть Wi-Fi в нем, стандартный. Поддержка, как я уже упоминал, USB модемов. Bluetooth нету, GPS нету. Емкость батареи тоже довольно радует, поскольку бюджетная модель обычно идет либо 2600, 2800. В данной модели 3000 мА идет аккумулятор. То есть вот такая вот кроха неплохого качества сделана. Потому что я уже его юзал. Могу сказать, что качество сборки довольно хорошо сделано. Нигде не люфтит, никаких зазоров лишних нету. Ну, давайте теперь посмотрим, что у нас идет с ним в комплекте и что он из себя сам представляет. В данный планшет интегрированы все социальные сети. То есть вот даже на коробке упоминается, вот идет перечень его характеристик. Вот внизу особенность поддержка социальных сетей. Я не могу понять, почему производитель решил так поступить. Но в данном устройстве действительно есть очень много социальных сетей. Все, которые есть. ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники. То есть это в планшете присутствует. Вот идет такая проставочка с поролоном мягенькая. То есть, чтобы он не пострадал при транспортировке. Идем дальше по распаковке. Стандартный микро-USB кабель. Ничего особенного. Зарядное устройство для данного девайсика. Зарядное устройство 5 Вольт. Сейчас камера сфокусируется. 5 Вольт. 2000 Ампер. Очень мощное зарядное устройство. Подключается оно у нас через зарядное гнездо. Поскольку устройство не поддерживает зарядку от USB. Чтобы вы это знали сразу. Так, дальше у нас идут буклетики. А именно, руководство пользователя. Соединены они все вот такой вот ленточкой. Это фишка сейчас у Live такая. Руководство пользователя. Тут обновление ПО. Краткие характеристики про Wi-Fi. Сброс настроек. Какой рабочий стол. То есть, в основном... Основные азы. Куда карточка вставляется. Хотя тут написано установка сим-карты и карты памяти. Но не знаю. Данное устройство не обладает поддержкой сим-карт. Может у старшей модели там есть. Дополнительные возможности. О чем имеется в этом в виду. Здесь идет о социальных сетях. Про которые я ранее упоминал. ВКонтакт. Одноклассники. Эти приложения все предустановлены. Фейсбук. Твиттер. Потом. Книги предустановлены. Убанк. Тоже это приложение установлено. Интакси. И техасский покер. Эти все приложения предустановлены на данное устройство. Гарантийный талон. Запечатанный. Печать у магазина. Розетка. Вот видим налепленный стикер с коробочки. И последний буклет, который есть в коробке. Это про Убанк. Я не планирую им пользоваться. Но никогда не сталкивался. Поэтому как бы... И не предпочитаю им пользоваться. Но давайте теперь перейдем к самому планшету. Итак. Вот сам планшетик у нас уже. Вот он такой. Тоже глянец. Как упоминалось ранее. Очень марки. Остаются следы. Но это помеха всех глянцев. Здесь у нас расположена камера. Сзади у нас располагается кнопочка Reset. Динамик, о котором я упоминал ранее, что он с сеточкой. Это очень качественно, мне кажется, сделано и продумано. Потому что попадание остальных предметов вызвало бы негодование. И потом в конечном итоге хрип был. Так же, вот где он у нас сделан. КНР. То есть китайцы везде добрались. Но качество, скажу вам, очень качественно его сделали. Нигде ничего не люфтит. Все подогнано вплотную. На правую сторону вынесены все функциональные как кнопки, так и гнезда. Располагается внизу качелька громкости. Затем идет гнездо зарядки. Затем microUSB. Потом 3.5 разъем под гарнитуру. И в конечном итоге кнопка выключения. Также она выполняет функцию блокировки. Экранчик очень качественный. То есть не играет, не прогибается ничего. Цветопередача приятная. Вот вы видите под таким углом, сейчас я вам показываю, что картинка практически не теряется. Сейчас я его опять включу. Картинка не теряется. Очень хорошо передает. И вот его характеристики. Можем наблюдать. Название модели, процессор, графический ускоритель. Данные о памяти, чего, сколько доступно у нас. Как вы видите, 5 гигабайт и почти 200 мегабайт нам доступно. Ну, здесь тактовая частота процессора. Указано минимальное. Количество ядер 2. Ну, давайте я нажму более подробно о процессоре. То есть, вот, Cortex-A9, как вы видите. То есть, все соответствует данному. Графический ускоритель его. PowerVR SGX540. Разрешение его экрана. Насколько он заряжен. И вот, дальше ядре идет. Системном. Также, вот, о чем я говорил, что датчик направления есть, акселерометр есть, датчик приближения, датчик освещения, магнитный компас. То есть, странно, как-то он показывает, что все датчики присутствуют. Но такового нету. Датчики все не присутствуют. Бенчмарк он набрал 11339 очков. Довольно хорошо. Вот так вот он выглядел. Игрушка была предустановлена. То есть, вы можете видеть сейчас, что игра была предустановлена. Вот такой вот планшетик. На мой взгляд, неплохой. Не могу понять тоже такой факт, что очень много от Яндекса было установлено каких-то дополнительных приложений и тому подобного. Здесь у нас вставляется карта памяти, как вы видите. Так что, вот такой вот планшет. Насчет времени, сколько он держит заряд, я напишу в комментариях чуть попозже под видео. Какие он игрушки тянет, я не знаю. Но пробовать будем всякие, чтобы конкретно иметь результат. Будет пробоваться Asphalt 8, будет Need for Speed пробоваться. Также будут различные тестирования проходить. А пока это все. Всем пока. Подписывайтесь.